Вот уже 91 год Бобруйский автотранспортный колледж подготавливает квалифицированных специалистов. Контролер пассажирского транспорта, слесарь, водитель, кладовщик, комплектовщик, оператор механизированных складов и агент по обслуживанию автомобильных перевозок. А пока для потенциальных учащихся день открытых дверей. Я решаю сюда поступить по собственным интересам, изучать строение автомобилей, которое пригодится мне в будущем. Пойду на автомеханика и буду чинить автомобили себе и другим людям помогать. В этом учебном году абитуриентам предлагают четыре специальности. Техническая эксплуатация автомобилей, автосервис, организация перевозок и управления на автомобильном и городском транспорте, а также операционная деятельность в логистике. Абитуриенты, которые будут иметь желание поступить к нам по специальности технической эксплуатации автомобилей по уровню среднего образования, не сдают ЦТ. Но при этом необходимо, чтобы в дипломе у них не было отметки по математике были не ниже четырех. Помощь опытным преподавателям, новое оборудование, интерактивные доски, модели правил дорожного движения, автомобили в сборках и разборках. У абитуриентов есть возможность не только пройти по конкурсу аттестата о среднем образовании, не сдавая ЦТ, но и получить место в общежитии. Плюс 18 лет можно бесплатно сдать на права категории Б и Ц. Наш колледж является филиалом Белорусского национального технического университета. И наши выпускники получают диплом именно БНТУ. На нас накладывается особая ответственность в плане подготовки специалистов для автомобильной отрасли. Автотранспортный колледж – постоянный участник конкурсов профессионального мастерства. У Владислава Иваненко, например, в 2020-м непобедимый рекорд в сборке кузова. В соревновании мастер производственного обучения использовал метровые куски, вырезку деталей и два вида сварки. Не республиканский чемпионат, а ювелирная работа. Всего час и сплошной шов. Как итог – первое место в областном этапе WorldSkills. В двигателе механической части необходимо было сборка двигателя, дефектовка деталей. В электробордовании необходимо было определить неисправные лампочки, перегоревшие какую-то проводку и так далее. В двигателе электрическая часть необходимо было с помощью диагностического устройства подключиться к автомобилю и определить неисправности, после чего их устранить. И самая интрига этого всего была, то, что мы не знали до последней минуты. Мы столкнулись с ремонтом пластиковых изделий. Изначально говорилось, что будет сварка пластиковых изделий, а приехали, оказалось, это клеевая масса, с которой мы вообще не работали. Бюджетная основа, конкурс по аттестату и никакого ЦТ. Вступительная кампания в автотранспортном колледже стартует уже 20 июля. Нынешним старшеклассникам остается достойно завершить учебный год и определиться со специальностью. Виктория Поливко, Максим Геленко, Бобруйск, 360.